Эээ, пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня я хочу рассказать о психологическом хорроре под названием Планет Лейка, который вышел на PlayStation 1 в 1999 году. История Планет Лейка рассказывает о космической экспедиции, отправившейся исследовать Марс. В экспедиционной команде четыре участника. Капитан Тайтлер, Нун, Эйприл, а также наша главная героиня Лайка. И, как ни странно, все они являются собаками и хомиками. Этот момент немного неясен, поскольку перевод с японского не завезли. По мере приближения к Марсу начинают твориться необъяснимые вещи. Сначала космонавты замечают гигантское лицо на поверхности планеты, а потом их всех начинают терзать галлюцинации. Несмотря на это все, экипаж совершает посадку. Но вскоре участники экспедиции теряют друг друга из-за сильной песчаной бури. Заблудившись, Лайка случайно натыкается на странную свалку, усеянную каменными обломками в форме человеческих лиц. Внезапно она начинает слышать голоса у себя в голове и теряет сознание. И тут в Лайку вселяются три других личности. Эрнест, Спенсер и Ельда. Кто они и что здесь вообще происходит? Как в это играть? Ответ прост. Выкликиваем меню, которое показывает соотношение красной, синей и желтой энергии. Когда одна из них начинает зашкаливать, Лайка в определенном месте, например, в одной комнате перед непонятного происхождения зеркалом, сможет превратиться в героя, чья энергия в данный момент превалирует. Пополнять энергию можно двумя способами. Разговорами с источащими соответствующую ауру МПС и сбором энергетических точек, разбросанных на карте. Еще здесь необычные бои. У вас только сгусток пси-энергии. Для аналогии можете вспомнить, например, Варлок на Сегу Мега Драйв, которым нужно отбивать на врага посылаемые им энергетические разряды. Непосредственно управлять сгустком нельзя. Он медленно летит по приближению к синусоидной траектории, отбиваясь назад при столкновении с вражескими фаерболами. Обычно бои длятся несколько секунд и не являются частыми. После победы обычно нужно просто вернуться к месту превращения и обрести прежний облик. Но, разумеется, как и многие игры на японском, Планет Лайк оставляет много вопросов. А да, огромный привет Левиафану и спасибо за рекомендации этой игры.